всем привет с вами канал linux for user и в этом видео мы рассмотрим основную настройку ubuntu после установки а также некоторые настройки подойдут и для linux mint это видео является как бы продолжением предыдущих видео по установке ubuntu и linux mint рядом с windows и если вы впервые зашли на этот канал тогда рекомендую посмотреть предыдущие видео так как это видео рассчитано и на тех кто установил linux mint и также хочет сделать основную настройку системы поэтому сейчас я покажу два способа как обновить систему то есть как это сделать через консоль и как это сделать с помощью программы с графическим интерфейсом а также умение обновлять систему в консоли пригодится на тот случай если вы будете обновлять систему использовать другие дебен подобные дистрибутивы linux или будете обновляться вообще без графической оболочки то есть будет установлена серверная версия дистрибутива в общем запускаем терминал для этого заходим вот в это меню вводим тер и запускаем терминал также терминал можно открыть с помощью горячих клавиш это горячий клавиши ctrl alt t чтобы обновить систему вводим следующие команды все команды будут в описании этого видео sudo позволяет выполнять команды с правами суперпользователя проще говоря с правами администратора apt это так называется сама система управления пакетами apt-get это уже программка которая используется при установке удаление скачивания пакетов с помощью команды апдейт мы получим информацию об обновлениях то есть после выполнения этой команды мы узнаем появились ли новые пакеты в репозиториях затем с помощью команды апгрейд скачаем и установим эти пакеты чтобы выполнить эти команды нажимаем enter затем вводим пароль который вы указывали когда создавали пользователя при установке системы вот как вы видите началось выполнение команды апдейт пока выполняется эта команда рассмотрим подробнее что она вообще делает. Так вот, эта команда заходит в файл sources list, и здесь она смотрит тип пакетов, также смотрит адреса репозиториев и смотрит то, в каких разделах репозиторий искать пакеты. Затем подключается к каждому из этих репозиториев и обновляет свой локальный кэш, то есть берет индексы пакетов, которые уже есть в системе, и сравнивает их с теми индексами пакетов, которые находятся в репозиториях. И таким образом мы получаем информацию о новых пакетах. Как вы видите, команда апдейт выполнилась, и следом начала выполняться команда апгрейт. Здесь у нас спрашивают, согласны ли мы установить обновление, мы соглашаемся, то есть нажимаем букву Y, или как еще говорят Y. Сейчас опять идет подключение к репозиториям, и скачиваются пакеты, и после того, как они скачаются, сразу же в автоматическом режиме начнется их установка. Все, установка обновлений завершена. Теперь настроим получение обновлений и рассмотрим, как обновлять систему, используя программу с графическим интерфейсом. Переходим в параметры системы, программы и обновления. Рекомендую вам изменить сервер на основной, чтобы не было никаких проблем с загрузкой обновлений. Здесь вводим пароль и нажимаем «Аутентифицировать». Затем во вкладке «Другое программное обеспечение» ставите две галочки, чтобы можно было устанавливать дополнительное программное обеспечение от партнеров Canonical. Далее нажимаем «Закрыть» и «Обновить». Сейчас, можно сказать, выполняется команда «Update» в графическом режиме. Как только появится обновление, система вас об этом уведомит, и будет выскакивать вот такая программка с графическим интерфейсом. Вот здесь вы можете посмотреть, какие обновления будут установлены. Вот здесь можете настроить то, как часто проверять наличие обновлений и так далее. В общем, чтобы обновить систему, просто нужно нажать «Установить сейчас» и ввести пароль. Для установки и обновления программ, а также и для обновления системы, есть и другие программы с графическим интерфейсом, где пользователь сам может выбирать, что устанавливать. Но я думаю, начинающим пользователям Linux на данном этапе освоения Linux нет необходимости использовать эти программы. Нажимаем на иконку раскладки клавиатуры и нажимаем «Параметры ввода текста». Как вы видите, по умолчанию клавиши для переключения раскладки – это Shift-пробел. Для того, чтобы изменить эти горячие клавиши, просто кликайте сюда левой кнопкой мыши и нажимайте на те клавиши, с помощью которых вы будете переключать раскладку клавиатуры. Например, пускай это будут клавиши Shift-Alt, но я обычно назначаю переключение раскладки на клавишу Caps Lock. Если вам нужно добавить еще какой-то язык, например, украинский, тогда вот здесь нажимаете на плюс, вводите название языка и нажимаете «Добавить». Так как это видео рассчитано на начинающих пользователей Linux, поэтому показывать настройку Grab я буду не через конфигурационные файлы, а через программу с графическим интерфейсом, которая называется Grab Customizer. Этой программы нет в официальном репозитории, поэтому сейчас добавим новый репозиторий. Открываем терминал и вводите следующие команды, а точнее копируете их. Напоминаю, что все команды будут в описании этого видео. Далее вводим следующие команды, то есть сначала нужно выполнить команду update, чтобы пакетный менеджер знал, откуда ему скачивать пакеты этой программы, и следом выполним команду для установки программы Grab Customizer, то есть с помощью команды install мы указываем, что нам нужно установить программу, а Grab Customizer это уже название пакета. Так, все программа установилась. Запускаем программу Grab Customizer. Переходим во вкладку основные настройки. Вот здесь, где пункт по умолчанию, вы можете выбрать операционную систему, которая будет по умолчанию загружаться после истечения времени таймера. В общем, если вам нужно, чтобы по умолчанию загружалась Windows, тогда выбирайте Windows Boot Manager. А вот здесь мы можем изменить время таймера. Как вы видите, по умолчанию это 10 секунд, но я обычно ставлю 3 секунды. Далее переходим во вкладку настройки внешнего вида. Здесь можете включить использование разрешения экрана, добавить тему, изменить цвета и добавить фоновое изображение. Если я, например, укажу вот такие цвета. то выглядеть это будет вот так. В общем, здесь все настраивайте на свое усмотрение, так как вам нравится. Затем нажимаете сохранить, чтобы конфигурация граб обновилась. Чтобы вам каждый раз вручную не монтировать раздел, то есть каждый раз после загрузки системы не нажимать на него в файловом менеджере, поэтому сейчас я покажу, как настроить автомонтирование. Создаем директорию, в которой мы будем монтировать раздел с файловой системы NTFS, то есть diskd. Как вы уже догадались, с помощью команды maker-directories мы создаем директорию, указываем путь и название директории. Так как директория медиа находится в корне системы и требует прав суперпользователя, поэтому не забываем прописывать sudo. Вообще смонтировать раздел можно куда угодно, хоть можете в домашней директории пользователя создать любую директорию и туда монтировать раздел, но обычно принято что-либо монтировать в директории медиа и mnt, которые находятся в корне системы. Как правило, в директорию медиа монтируются съемные носители информации, то есть раньше это были CD, DVD диски, сейчас же это уже флешки либо внешне жесткие диски. Все остальное монтируют в директорию mnt. Директорию diskd создаю в медиа, потому что если ее создать в директории mnt, то раздел, конечно, будет монтироваться, но файловый менеджер не будет отображать это графически. Настраивать автомонтирование мы будем в файле fstab, который для этого и предназначен. Открываем fstab. Как вы видите, вверху идут комментарии, файл разбит как бы на несколько колонок. Первая колонка это file system, напротив нее указывается какой раздел мы будем монтировать. Здесь можно указать либо сам раздел или его UID, то есть его идентификатор. Надежнее указывать UID, потому что если вы будете вытаскивать жесткие диски, переставлять их местами, то имена устройств могут измениться. Например, уже раздел будет называться не devsd5, как это в моем случае, а например devsdb5. И соответственно потом данный раздел просто не смонтируется. При использовании идентификаторов такой проблемы нет. В общем, вместо раздела мы будем указывать его UID. Для начала определимся с тем, как в вашем случае называется диск D. Для этого выполним команду lsblk. Обратите внимание на колонку size. Вот мы видим, что размер жесткого диска в моем случае это 120 гигабайт, так как я все показываю в виртуальной машине. Далее, по размеру раздела. Опять же, в моем случае мы видим три системных раздела, которые создаются при установке Windows, а точнее при разметке. Затем видим последний раздел sd7. Здесь в качестве точки монтирования указан слэш, то есть корень. Это уже говорит о том, что это корневой раздел. А sd6 это своп. Как вы знаете, это раздел подкачки. И остаются два раздела, в моем случае это sd4 и sd5. Тут уже думаю сразу понятно, где находится диск D. Также можно использовать программу fdisk, чтобы узнать то, как называется диск D. То есть вводим sudo, так как эта программа требует прав суперпользователя. Затем вводим название программы, указываем опцию L и указываем имя жесткого диска. В моем случае это devsda. И вот мы здесь помимо размера разделов видим еще и тип раздела, по которым вы также можете понять, где у вас разделы с файловой системы NTFS. В общем, в моем случае, как мы выяснили, диск D это раздел sd5. Как вы видите, в файле fstab в комментариях тут написано, чтобы посмотреть UID, используйте программку BLKID. Для этого вводим следующие команды. То есть вводим sudo, BLKID и указываем нужный раздел, то есть диск D. Копируем вот этот идентификатор. Затем в файле fstab вводим UID равно и вставляем скопированный идентификатор. И для красоты сделаем табуляцию, ставить пробелов можете сколько угодно, это никак не повлияет на настройку. Теперь, что касается колонки mount point, здесь указываем то, куда будем монтировать диск D. В общем, прописывайте путь к директории, которую вы создавали для монтирования диска D. В колонке type указываем файловую систему, а в колонке options прописываем параметры. Параметр users позволяет обычному пользователю монтировать и отмонтировать раздел, указывая параметр defaults. Тем самым мы говорим, что остальные параметры нужно оставить по умолчанию. То есть у нас по умолчанию при загрузке системы будет автоматически подключаться файловая система данного раздела, а в нашем случае это диск D, а также по умолчанию разрешены чтение, запись на раздел и запуск исполняемых файлов, а также еще несколько параметров, которые для нас не столь важны. Напротив колонки dump прописываем 0, а напротив pass прописываем 2. Dump отвечает за резервные копии файловой системы. Поставив 0, мы говорим, что мы отключаем backup, так как эта настройка практически нигде не используется. Pass – это проверка файловой системы на целостность. 0 означает «не проверять», единица ставится только для проверки корневой файловой системы, то есть указывая единицу, мы отдаем приоритет корневой файловой системе. Для проверки всех остальных файловых систем указывается цифра 2, поэтому мы и поставили двойку. Затем нажимаете «Сохранить», чтобы конфигурация огновилась. Сейчас я покажу, как я делаю ссылки на директории, чтобы вы могли получить доступ к видео, документам, загрузкам и т.д., используя вот эти стандартные директории. И чтобы вам не нужно было постоянно заходить на диск D и выбирать нужную директорию. Обычно на диске D я создаю директорию General. В этом файловом менеджере директории создаются так же, как и в проводнике Windows, то есть по нажатию клавиш Ctrl-Shift-N. Затем я создаю 5 обязательных директорий – это видео, документы, загрузки, изображения и музыка. И называю их так, чтобы имена совпадали с директориями в левой колонке. То есть, если система на английском языке, значит название этих 5 директорий делаю тоже на английском языке. Чуть позже вы поймете, почему я так делаю. Затем делаю ссылки на эти директории, потом вырезаю их, вставляю в домашнюю директорию пользователя и старые директории с такими же именами удаляю. А директории, которые являются ссылками, их переименовываю, чтобы у них появились такие же иконки, которые были у тех директорий, которые я удалил. А также, чтобы к этим директориям можно было получить доступ, кликай на них в левой колонке файлового менеджера. Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему я называл директории так, чтобы они совпадали с именами директорий в левой колонке файлового менеджера. В проводнике Windows сбоку тоже можно сделать ссылки на директории, которые находятся на disk.id и таким образом, также удобно получать доступ к своим файлам. В общем, если также организуете структуру директорий, то работая в Linux, я думаю, вы даже не будете задумываться о том, что нужно сохранять файлы на disk.id. То есть, как обычно, если надо, например, сохранить какой-то документ, то просто сохраняйте этот документ в директорию документы. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok